здрасьте соня любит читать книжки и так передача называется а вы на канале рыбаки ты мы рисуем кого рисуем ты громче говорит мы сегодня рисуем иллюстрацию моей книги да книгу пишет соня пишет книгу рисуем что рисуем девочку с собакой и кошкой эту девочку зовут флот она да да рассказывай рассказывать всем помогать нам к самое главное чтобы она нам помогла ну правильно представишь всем начнем помогать до тебя очередь не дойдет конечно но она тебе 1 поможет ну ладно ну скажи так во первых ты пишешь книгу сама ты сама придумала грешу будут писать книгу я решила по сериалу так как этот сериал он создан по компании игрушек а книги нет и не пишу книгу интересно бабушка одобрила эту идею что за компания игрушек на компании игрушек это компания пускает игрушку пускает выпускала игрушки виде кошек и собак также других еще интерес животных и режиссер этого сериала решил он тоже видел эту игрушку и решила сделать сериал и так произошел сериал а сериал как называется кармане книгу моя тоже называется еще но к моим кармане это книга про девочку которая переехала совершенно другой город а мама и осталась старом она скоро переехали и также есть еще невидимая страна которую мы не видел так это ты это ты рассказываешь про свою книгу невидимая страна ну собственно я полностью согласен же есть такая страна и она называется покет карманное королевство да да и эти страны правит очень хорошая королева королева кошка который зовут имя у нее еще есть старшая сестра младшая сестра очень бедная как всегда она не любит как а первую как зовут ой я чуть не перепутал ими ими прям по близняшки о тем более но это я тогда понятно что перепутал и она будет загладить покет вилем и чтобы все были несчастливы вот это как всегда все несчастливы и все счастливы есть такое да и чего и она сейчас продумать свой коварный план как загладить она уже продумала когда флот переехала дело то что если вам если вы вам нужен питомец или вы просто в нем нуждаетесь то от вас идет невидимый луч среди попадает в эту страну это ты придумал это селяли тоже да 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 рассказывал сказал просто мне интересно я можешь lettere перебивай но ты так старайся вкратце рассказать чтобы не рассказать самому книгу как ты чего-то ну давай давай мне не будет даже не будьте опigkeit рассказываем вы прости ну просто мне хочется как немножко чтоб диалог давай рассказывал я конечно же пошел и выпал и а у Эми есть еще волшебная циклопедия которая которая помогает ей выбрать питомца для детей и она отзывает их волшебного фонтана что за обряд церемония рождения на землю и все все жители Покетвиле очень хотят иметь хозяев и ждут этого момента когда волшебная циклопедия покажет их в этом случае оставьте другом девочки вышла собаки точно не знаю породы какая дворняка может какой-то слушать дворняк нету в лесу ну расскажу это уже так необычно что а 2 а дворняк выпадает дворняком чтобы им тоже хоть немножко досталось тогда рассказывать дальше вообще ты много пишешь вот как бы ты давно начала ее писать эту книгу этим летом это хорошо а много написала три главы а как ты пишешь на печатной машинке или не начать ручную в блокноте в тетрадке ну да в таком записной тетрадке а у тебя как-то пишешь и как давала кому читать уже хорошо слушай что читают я буду рад тоже может быть когда ты напишешь уже всем дашь почитать мы такие вау и будем читать вот это далеко расписываешь ты уже раз знаешь что там будет чем закончится да да это такая наш печально да уже знаю мне бы хорошо бы почитать и не знать да ну иногда ходе когда пишешь к ты знаешь чем закончится книга читаешь книгу и знаешь чем закончится уже не интересные читать но это ты ты я согласен вот так хорошо а вот что ты придумала конечно это вообще конечно это классно и я конечно буду рад почитать бы и рад если и другие ребята тоже начнут писать все книги начнут писать таким ну по крайней мере попробуют потому что вот ты знаешь пушкин был такой дядька даром вот ему что же он там особо не учился ну как бы там прогуливал уроки знаешь когда он учился я читал про него любил за стихи даже на уроках писать стихи на математике его учитель иногда даже спрашивал какой у вас ответ получился александр а он говорит 0 сергеевич пушкин не надо мне так александр давай мне полностью про тебя учитель не будут упоминать и учить всю школу а я всех да научить все будут ребята меня знать наизусть опять читать пушкина это ужас какой раз у тебя говорит ему у вас все у вас на моем уроке все примеры равняется нулю в итоге он стал очень хорошим поэтому не только он и в книжке писал кстати тоже писатель писатель поэт и в общем в общем хороший человек такой но интересно чем что он же с чего-то начинал вот он же тоже сидел сидел в школе да дай-ка напишу книгу и написал книгу вот у него получилась книга если вы ни разу не напишите ни о какой книге не попробуетесь там ну один раз постараться например стишок написать какой-нибудь я стиху написала вот и когда вы постараетесь вы поймете будете вы писателем или не будете художником например ну я не читал то есть стихотворение если расскажешь я тебе расскажу странно страшно страшно и тогда ночью будешь читать чтобы было пострашнее как умеешь гимнотизировать то ужас какой надо подальше от тебя спать это ты хочешь написать книгу заклинаний и тебе родители не разрешают и что а мне кажется можно в интернете найти напиши книга заклинаний на гугли раскрашивай а то девять минут уже ну хорошо хорошо но я тебе скажу что я например в жизни то я тоже хотел читать писать книги читать я читал потому что меня заставляли в школе что так я заставляет это ужас ну а какие еще другие книжки то читать там лично моя самая любимая книга это либо про животных читать либо фэнтези ну ты же и гарри поттера читал это фэнтези да ну много всего томасуэра ты читал из других читал много читала и много других интересных не только фэнтези конечно заставляют тоже когда заставляют это читала хоббит это интересная книга если ты захочешь мы что-то рисуем про хоббита тоже вот и докрашивая я пока расскажу про свою книгу что я тоже писал книгу детства но я ее конечно не дописал вот я буду рад и ты конечно вот планируешь свою книгу написать и хочешь там 30 глав написать 52 представляешь да а я тоже так вот думаю вот напишу книгу там будет 153 страницы там пример или что такое а на самом деле потом когда делаешь все это потом тебе как бы иногда это или времени хватает или отвлекает тебя постоянно или тебе надо в школу ходить уроки делать понимаешь и столько всего происходит и что ты забрасываешь все это дело а потом не вспоминаешь и уже как бы тебе не когда там уже школу уже экзамены сдавать уже универ поступать и так и не и не заканчиваешь свою книгу понимаешь ой не говори семье ой вообще ужас какой не то что ужас это все весело но если вы будете загадывать и запланировать огромные планы то вы никогда не напишите книгу а если вы будете как бы хотел написал написал рассказ надо начать с небольшого как бы рассказа сначала в каком деле не школе писательница поверь мне смысле ты много уже книг написала в итоге если нам задают сочинение его разом придумывали за пять минут а вам уже задают сочинение по крайней мере на тему как я провел тема как я провел хорошо а то нам нам только после пятого класса мы сочинение писали вам уже рано так это хорошо что вы пишете я я и рад что это не получится а все остальные в интернете наверно ты лет бабушка это я это бабушка это бабушка все бабушка хорошо глазки это тоже подведи голубые глазки сделать я имею ввиду что если вы хотите нарисовать огромную картину начните с маленькой картин если вы хотите написать огромную книгу напишите маленький рассказ и уже будет что-то готово а потом продолжите и что-то может быть у вас и полная большая книга получится а может быть вы и маленький рассказик уже хоть что-то законченное будет вот почему я говорю что может быть стоит быстренько все делать я вот тоже стараюсь вот сейчас мы могли бы передачу набрать снимать там долго и мамочном и как бы я пишу за 10 минут эту передачу и сразу же выкладываю в интернет чтобы другие ребята смотрели у глазки красивые так как эту девочку зовут фло и и она как раз твоем в твоей книге она на первом плане фло короче проблему у нее ей дали 2 2 щенок из ее нет они кошку и еще своем городе в дело то что когда мэджик мэджику надо было уже идти на землю то имя вырвало сердце и ими перенеслась совершенно другой мир город то а фло переместилась в карманное королевство и она понимает живу всех животных и теперь главная задача найти королеву и вернуть сердце и в конце нее находят и в итоге эми дает с помощью сердца дружба она раздваивает его и дает одну половину а флостов она могла иногда и прилетать и да ты не рассказываю все чтобы потом это им интересно ребятам смотреть читать был да очень не рассказывать но хорошо всякие начинания особенно когда ты можешь рассказать на своей книге интересно вообще есть поболтать о чем даже примеру ну к примеру ты с девочками собирать что делаешь да там не то youtube смотрю там а я там гуляю там и тогда решая книгу пишу там тоже звучит круто так что смотрите я бы тоже так считаю и книгу пишу да ну свою книгу я не написал и она была не про снежное королевство а про какие-то год я придумал про гонки да вот такой у нас получился наши сюда уберем получилась такая это ими нет это ими а это эми мэджик ребят читайте с нами надеюсь судя допишет книгу я даю клятву что я допишу эту книгу в этом году и выпущу на следующий год ну поможем распространением ссылка в описании пока пока пока